С небольшим перерывом в России прошли два процесса чем-то похожих. В обоих случаях на скамье подсудимых были либеральные иконы. И в обоих результатом их отчаянной борьбы в суде стало жестокое разочарование ими даже среди тех, кто их поддерживал. Я имею в виду процесс над Михаилом Ефремовым и вот это дело о клевите Навального на ветерана Артёменко. И сразу давайте оговоримся. Это не власть заставила Ефремова накачаться алкоголем и сесть за руль. И не агенты ФСБ крутанули ему руль, чтобы он выехал навстречу в лобовую аварию. Это не власть вынудила Навального летом прошлого года в Твиттере написать про Артёменко, Лановову, Бакерию и других, что они халуи, предатели и позор страны. Это сделали они сами. Это не власть заставила Ефремова и Навального выбрать такую манеру поведения в суде. Не признавать свою вину в совершенно прозрачных обстоятельствах. А вместо этого оскорблять и прокурора, и судью, и даже потерпевших. Не понимая, что говорят они это все не среди поклонников или сторонников, которые готовы простить все за счастье быть рядом со знаменитостью. Что сейчас их слушают люди, которые заняты работой, воспитанием детей, которые ухаживают за своими стариками, которые нанимаются водителями таких же грузовичков, как тот, в котором погиб Сергей Захаров. Которые 9 мая идут в рядах бессмертного полка с портретом своего деда-ветерана, такого же, как Артёменко, но уже ушедшего. Они не знаменитости. У них нет восторженных поклонников. За них никогда не вступится ЕСПЧ, который на этой неделе потребовал немедленно выпустить Навального. Это люди, которые живут трудно, зарабатывают немного, тащат на себе семьи, а помощи им ждать неоткуда. Отними у них общее уважение к ветеранам, отними у них и так слабую веру в то, что преступник будет наказан. Отними у них историю, в том числе советскую, с победой в 45-м и космосом. Отними у них окончательную веру в могущество нашей науки, медицины, армии, и ты убьёшь их. Ты назвал холуем Ланового, который был любимцем миллионов, который показал, что такой настоящий советский офицер, даже не будучи военным. Ты назвал позором страны и доктора Бакерию, знаменитого хирурга, который спас от смерти тысячи людей. Ты назвал предателем Артёменко, который сначала партизанил мальчишкой, а в 45-м дрался на Одере. Тогда не удивляйся, что к зданию суда никто не пришёл, даже твои соратники, что они предпочли шуршать в интернете про страшных ОМОНовцев. Можно сколько угодно изощряться в зале суда, клеймить позором прокурора, оскорблять судью, подсчитывать, сколько продуктовых наборов, на какую сумму муниципалитет подарил ветерану и так далее, и так далее. Вопрос простой. Ты извинишься перед ним или нет? Нет. Всё. Всё остальное не имеет никакого значения, потому что это риторика. И, наверное, даже психиатрия, типа заявления, я действовал как идеальный человек. Весь мир знал, где я нахожусь. Меня приказал отравить сам президент Путин. Я хочу, чтобы Россия была счастливой. Когда Ефремова приговорили к восьми годам, он всё же нашёл в себе силы признать вину и извиниться перед родственниками погибшего Захарова. Он получил наказание, но вернул себе имя человека. Он вернул себе будущее после того, как выйдет на свободу. По делу о клевете Навальный получил даже не срок, а штраф. Но будет ли у него теперь будущее? О ходе последних судебных заседаний в репортаже нашего обозревателя Дмитрия Вахницкого. Зал суда. Несколько минут до решения по делу о клевете на ветерана. Навальный веселится и рассказывает рецепты засолки огурцов. Так, что смешно. Возьмите посуду, выложите на дне лишневые леточки. Это показательное отношение блогера к процессу. Он не признал вину, не раскаялся и на каждом заседании устраивал спектакль. В перерывах между оскорблениями ветерана Игната Артеменко Навальный улыбался, явно работая на камеру. По закону максимальное наказание за клевету – штраф в миллион рублей или 250 часов обязательных работ. Суд признал Навального Алексея Анатольевича виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 850. Указанное наказание соответствует санкции статьи. Однако по сравнению с новой нормой закона, вступившей в силу 30 декабря 2014 года, является чрезмерно мягкой. Новая норма – это до двух лет лишения свободы. Но свой пост в соцсети с оскорблением Игната Артеменко Навальный выложил еще 2 июня прошлого года. Игнат Артеменко ушел в партизаны в 17 лет. Позже в составе 2-го Белорусского фронта гнал фашистов из страны. А Навальный назвал его человеком бессовести, предателем, позором страны. Все, чего хотел 94-летний ветеран – извинений. Наберись основателю в БК смелости сделать это, возможно, до суда бы и не дошло. Но вместо этого – лишь истерика. Публичное оскорбление, выражение «этот дед» и фразы про форсирование какой-то реки, обвинение в недееспособности. Вы будете, блин, гореть в аду за то, что вы взяли деда 95-летнего, нацепили на него эти медали. И не стоит, чтобы вы здесь, для того, чтобы делать это, но отвратите этот мусор. За грубостью и хамством вполне осознанная позиция. Можно сколько угодно обсуждать, оскорбил ли Навальный ветерана или нет. Что правильно делать по отношению к левите – сажать или взимать штраф. Но реальность такова, что эти самые 90 тысяч рублей, до которых оштрафовали Навального, пойдут в карман вовсе не ветерану Артеменко или другим ветеранам, которые живут в однушке где-нибудь на отшибе города, а государству, в том числе и этой самой прокурорше Фрамовой, который оштрафовал Навального. Так что Фрамову к лету на эти деньги может себе позволить шикарный отпуск в дорогущей гостинице. А вот Рината Артеменко, Борис, даже себе в санаторий не может позволить. И поэтому мы выйдем за Навального творить весной русскую революцию. А пока, когда холодно, мы начинаем свою аналитическую передачу. Ныне Добров в эфире. Добра не хватает. Отец пьет, пьет на празднике. Так что, начинаем Добров. Так, ну, новостей мало, самый разгар праздников даже-таки есть. Член общественной палаты, некто Хамзаев, предложил вести новый праздничный день 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья. Хамзаев разъясняет, что Путин не раз подчеркивал важность формирования у россиян здорового образа жизни. А сейчас здоровый образ жизни стал национальной идеей. Поэтому Хамзаев предлагает вести новый выходной 7 апреля. В этот день, предлагает Хамзаев, граждане могут посвятить занятия физкультурой и спортом. Давайте-ка рассмотрим предложение Хамзаева по существу. И поймем, что это просто очередной пиар с его стороны. И больше ничего. Ну, во-первых, идея один день в году посвятить занятиям спорта в массовом порядке сработает только тогда, когда в этот день будет запрещена продажа алкоголя всем слоям населения. В противном случае День здоровья для россиян превращается в очередную попойку. И никто никаких занятий спорта проводить не будет. Люди в этот день напьются в хлам. Они уже сейчас рассматривают предложение Хамзаева как официальный день, чтобы выпить и закусить. Это не у отца. Целых 365 в году. К тому же у нас уже есть День здоровья. Он праздновается во вторую субботу августа. И называется День физкультурника. И поверьте, что каждый физкультурник в этот день, мягко говоря, далек от физкультуры. Зато близок к бутылке. Нет, конечно, выходной-праздник нужен в апреле. Но это должен быть День космонавтики. А, ну да, забыл. У нас же ракеты падают. Об этом даже Пашинен говорил. Благодаря деятельности в том числе и Рогозина. К тому же Хазин, конечно, знатно патрулил Министерство здравоохранения. Ведь предполагается, что в этот день тедьмого апреля люди будут в массовом порядке заниматься спортом на улице. Ибо там заниматься физкультурой бесплатно. Правда, есть одно, но в апреле все течет. Люди пробокнут, простудятся на улицах и заболеют ОРВИ. Апрель же самый сезон для гриппа как раз. Потому что все течет и капает. Ну, нифига себе получается будет День здоровья. Если даже в День физкультурника в августе месяце никто физкультурой не занимается, кроме школьников и студентов, ну, и из обычных граждан, то кто будет заниматься физкультурой в апреле? Да и потом, как это по-русски, один день, только один, посвятить занятиям спорта. Вести здоровый образ жизни и заниматься спортом надо, конечно, каждый день. А чтобы привлекать это граждан, отдельный праздник не нужен. А нужны бесплатные открытые спортплощадки. Тем, чтобы каждый россиян пришел хоть в 3 часа ночи, хоть в 5 вечера и занимался спортом, а не делать так, в который раз говорю, властям строить спортплощадки и закрывать их на замок. Ну и, конечно, если бы реально Хамзаев хотел, чтобы россияне заявили способ, он бы не писал писюльки в Минздрав. А вывел бы, а сделал бы какие-нибудь спортивные бесплатные турникеты для граждан за свой счет. А то получается, что его общество, трезвая Россия, попросту-напросту за пьянку и разврат. Ну ладно, у Хазина есть такая идея фикс. Задумать день здоровья в выходных днем. Ну так зачем он пишет просьбу этого в Минздрав? У нас не Минздрав решает, какой день сделать праздничным, а какой нет. Так что все это явный пиар с его стороны. И Санхазин это агент пьяной России в обществе трезвой России, завербованный, понятно каким образом, через пузырь. Такие предложения с его стороны лишь провоцируют гигантскую пьянку в стране и более ничего. Значит, Крымский мост впервые перекрыт из-за мощного снегопада. Меня все спрашивают, украинцы, а когда же ровнет этот сраный мост? А я им отвечаю, скоро-скоро. Одна зима проходит, не рушится мост. Другая зима проходит, не рушится мост. А тут третья. Ну вот, наконец-то, мост перекрыт из-за мощного снегопада. Сотни миллионов бухали в стране моста, а снегопад и парфета, как всегда, не смогли учесть. Перекрытие Крымского моста – это удар всем попаяльцам, всем крыдашистам. Причем движение перекрыто сразу в обоих направлениях. Это настоящая перемога украинского народа, которая заключается в том, что по месту строительства моста сейчас нулевая видимость. И не могут больше пока, то есть даже временно, российские патриоты ехать в оккупированный российский Крым. Вот так вот, вы, россияне, перекрыли украинцам доступ в Крым, а теперь украинцы перекрыли россиянам доступ в Крым, испытав геомагнитное и геофизическое оружие, дошла в этот самый циклон. Против России в Крыму, я уже сказал, было применено геомагнитное оружие Украины. Доигрались россияне с вашим мостом? Нет, конечно, мост откроют рано или поздно. Но сам факт дорогого стоит, что враждебный мост наконец-таки перекрыли, по которому двигались российские танки для оккупации Украины. Так скоро еще перекрует другая напасть, пойдет на этот мост. И в один прекрасный день он возьмет и рухнет, ибо он построен на коррумпированной деньги и по низкокачественным технологиям. Мост, как Карфаген, должен быть разрушен. Веропытно, что мост настолько непопулярен в самой России, что многие россияне его перепутали с одноименным Крымским мостом в Москве, который гораздо более популярен для посещения. Жаль, но на размер платы перекрытия моста для крымчан не скажется. А не то бы украинский патриотический друг, дух в связи с этой новостью поднялся бы до небес, до небес. Да, в Украине зластвуют откровенно на тему Крымского моста. А что еще остается делать людям, у которых российская армия отняла половину территории? Так что кричим от радости и от осознания того, что мост, символ оккупации России, Украине, не вечен и радо или поздно падет, как и сама эта оккупация. Крымчане радуются, в свою очередь, снегопаду. И на мост этот самый пофиг. У них сушняк. Ну, то есть, оббелели канал для орошения из-за перекрытия Херсонской дамбы. Крымношисты пытались ее захватить. Да, в СССРУ и СБУ пока что отбило все атаки на Херсонскую дамбу, которая перекрыта. Как сказал руководитель Крымского моста, господин Лукашенко, что, уже мост белорусский? Да нет, не тот Лукашенко, а Николай Лукашенко. Так вот, разгребать еще и разгребать Крымский мост от снегопада. А пока водителям рекомендовано подождать в ближайших населенных портах, а значит, пятница назад, расходуя больше дорогого топлива, чем запланировали. Настоящая в этой связи украинская перемога! К тому же, не стоит забывать, так как железнодорожное движение по мосту не перекрыто, теперь в электричке хлынут, теперь в электричке хлынут больше пассажиров потоков, чем раньше. Ведь автобусы-то из Крыма из-за украинско-натовского циклона не пойдут. К тому же, эта самая Куйбышевская железная дорога, которая осуществляет перевозки, ее как раз-таки легко спутать с Куйбышевской железной дороги, и люди могут купить билеты не туда, и их могут обмануть. Ха-ха-ха-ха-ха! Настоящая перемога! Вот циклон идет на этот мост! Все-все перекрыто там! Теперь крымношисты мерзнут в своих машинах, но не могут уехать из Крыма, так, где уезжать в СССР, СБУ и ГУР, совместная операция против моста в Германии. Константировали, что Россию утомили в вечной упроке Западной. Ой, подумаешь, один упроке Запада. Ой, подумаешь, один политик в Германии, никому до этого неизвестный, выступил с пророссийской речью, зато наши СМИ уже константировали, что вся Германия признала, что не надо упрекать Россию. Нет, надо упрекать Россию, да еще так, ибо не важно, в чем упрек, главное, что это как в бизнесе. Критика и конкуренция идут только на пользу этой вашей страны и страны. Без справедливой критики Запада России у нас в стране не было бы ни свободы слова, которые почти задушили, ни судов присяжных, ни домашних арестов в виде куманного наказания, ни в конце концов прав человека. Да, безусловно, все это в России работает криво и вскользь. И да, понятно, что порой дипломатам и другим людям, представляющим нашу страну на международной арене, неприятно слушать очередной какой-нибудь упрек, в частности, от Германии или Франции, не говоря уж про США. Но это часть нормальной жизни. Если вы уже задушили оппозицию внутри страны, то будьте готовы к жесткому порицанию страны Запада. И ведь даже не только дело в задушении оппозиции, а еще же Россия... Так, экспоративы критики и упрекам на Западе. Да, сама Россия сколько раз упрекала на Запад и порой справедливо, например, по Микратор или не по закрытию тюрьмы Гуантадова. Но разница лишь в том, что, несмотря на проблемы с тюрьмой Гуантадова, они знают весь мир. А про пыточный лагерь ФСБ в Подмосковье знают немногие. Но вернемся к заявлениям немецкого политолога, вы видите его на своих экранах. Вот что он пишет в газете. Цитата. «Россия устала от Германии, от Запада и от мира двойных стандартов». Конец цитаты. Но сама Россия разве не проводит по речку двойных стандартов? Причем в России это все-таки считается еще даже не на международной арене, а буквально с детского садика, где участие дошкалят, элитная подготовка, даже не к школе, а у других нет. Причем что декларируется равенство образования. Разве это не двойной стандарт, когда иностранцам можно шуметь и боялись на чемпионате мира по футболу 2017 года, а нам, жителям этой сраной рашки вонючего государства, нельзя собираться на славном митинге протеста. Когда президент говорит в 2007 году, что не будет менять Конституцию, а сам подло и цинично в 2020 году ее меняет кардинально. Что это, как не двойные стандарты внутри страны? Немецкий политолог, экс-премьер-министр Брандсенбурга добавляет, что европейские страны России постоянно грозят пальцем. Да, это так, но вы знаете, Россия, во-вторых, не грозит западу пальцем, а посылает своих войска, например, в Донбасс и частные военные компании, например, в Ливию, а также своих киллеров в западные как раз таки страны чеченского происхождения. И в этой ситуации запад левушка разит пальцем. Делает это, подчеркиваю, там миролюбиво. Немецкий политолог дальше подчеркивает, что запад, как им кажется, знает все лучше Москвы. Ну, здесь поспорим, какой запад. Если имеется в виду политики новой формации, новой генерации, то да, они не знают, как Россия устроена изнутри, это правда. Но если имеется в виду классический запад, то, ну, вы знаете, сколько лет России? Ну, более тысячи, ну, немало. А сколько лет коллективному западу? Ах, если еще посчитать с античных времен, то выходит, что коллективному западу более три тысячи лет. И он, на правах страшного, имеет право диктовать России, как ей жить. Так что запад, как раз хорошо знает Россию. Да и потом, это, что Беркель, которая в ГДР служила, чуть ли не в штате, не знает, как Россия выглядит изнутри. не спешите. Ну да, есть политики новой генерации, типа австрийского канцлера Себастина Курца, президента Франции, Макрона, которые плохо представляют Россию изнутри. Это правда. Но таких единицы. Далее, у небесского политолога рассуждение на тему, чтобы Россия устала от поддержки Запада внутри страны западных ценностей и прав человека. Но без этой самой поддержки российский кравый мордор так и останется мордором, а не превратится в процветающий шир, руководствуйтесь конечно книгами Толкина. Заявление небесского политика происходит на фоне слов Лаврова об готовности России разорвать отношения с Евросоюзом и отпустить железный занавес 2.0. Россия готова к самому худшему, добавил Песков. Ну вы знаете, Россия конечно всегда была готова к самому худшему, ну разумеется, да, 21 июня 1941 года прям вся страна была готова к войне, что аж драпали чуть ли не до Москвы, 25 апреля 1986 года все были прям готовы, у каждого жителя Припяти прям были распираторы, когда были эксперименты на ЧАЭС, конечно, что аж потом пришлось эвакуировать в Триобласти сразу, все были готовы, конечно, вообще Россия не готова никогда ни к чему, здесь же в случае с разрывом отношений с Евросоюзом мы получим рост цен на продукты, а тем больше рост цен, тем больше людей выходят на митинг, это не Россия устала от Запада, а Запад устал от России, и пора Россию строго доказывать по всей строгости международных законов и американского экстерриториального права, нечего с Россией церемониться, на такую немножко политичную тему сейчас поговорим, птичий гриб H5 H8 впервые передался человеку в России, опасно ли это, ну в России вообще жить опасно, ну да, действительно, когда люди узнали эту новость, все вдруг насторожились, даже не потому, что от боязни убереть из-за этого гриппа, или же заразиться, от боязни того, что из-за нового гриппа власти могут вести новые тупорылые ограничения с тем, чтобы даже из агитаза нельзя было выйти, и вновь россиянам весной, как это было в том году, придется кукарекать и кудахтать на балконах, ну в смысле сидеть дома, вот что сейчас все опасаются даже не столько заразиться какой-либо мулячкой, сколько два-три месяца, когда самый разгар весны, самое будет теплы, сидеть дома и не высовываться, а иначе штраф от полицейских, не думало ли нам коронавируса, страшного вируса, так еще и птичий грипп подавай, кудахтахтах, и конечно, если будут приняты жесткие меры по профилактике птичьего гриппа, то от многих куриных птиц ферм и птиц фабрик в России камня на камне не останется, курочка, знаете ли, и так не дешевая в цене, а если ее будут сжигать из-за этой эпидемии, то вы представляете себе цены на нее в супермаркете с пятизначной цифрой вместо трех, а то и вовсе может быть запрет курятина в России, а лично я корочку люблю, когда она ходит по деревенскому двору, у меня шлюньки текут, но все, теперь ее жрать нельзя, а иначе подохнешь, то есть пока можно, но скоро будет нельзя, ибо все заражено и отравлено в России, птичий грипп слепствует, помимо коронавируса в России, человеку, птичий грипп в России, человеку передался еще в декабре 2020 года, а аккурат перед Новым годом, где у россиян новогодние столы было, что? Правильно, курятина, той самой фабрики как раз, где началось распространение новой заразы, и вместо того, чтобы ее прикрыть, эта фабрика работает и по сей день за взятки Роспотребнадзору. Госпожа Попова в лучших традициях советской власти факт заражения человека птичьего гриппа решила скрыть перед новогодними каникулами. Правильно, зачем расстраивать россиян? Пусть побирают, пусть пожрут напоследок и побрут. Причем на птицефабрике умудрились заболеть сразу семь человек. И ведь в Копсомболке, в Копсомбольской правде прибыл текст, написан вот в этой статье на ваших экранах, что при бушующей эпидемии птичьего гриппа в Польше, Венгрии, Словакии, то есть в странах Евросоюза птичий грипп не перенесся человеку, а у нас перенесся. А знаете почему? Тоже ясно, в странах Евросоюза жесток человечей фитосанитарной, который, в отличие от нашей страны, и госпожи Поповой надо информацию скрывать, а санитарным контролем на фабрике заниматься. Санитарные власти пока не вводят жестких мер в России по поводу нового гриппа. А вось обойдется. Да и сам и Роспотребнадзор, я думаю, сыт по горло справедливой критики которые насылают на него граждане из-за ограничений по коронавирусу. И то ограничения не важно правда на ней или нет. Никого уже точно никто уже их точно соблюдать не будет. Ибо все суты ограничениями связаны с компанией услуги. А там штрафу не штрафу. доходит на зону без масочников. Такая ведь разница при жестких ограничениях. Где-нибудь сидеть на зоне или дома абсолютно не важно. Другая, что в отличие от коронавируса до птичьей грипп у человека вырабатывается иммунитет. И поэтому карантина долго пока не будет. А будет запрет в мясоедстве. Так что лекуйте веганы. На вашей улице сейчас праздник. Статья в комсомольской правде про птичий грипп очень интересная. Например оказывается что от птичьего гриппа в 1997 году чуть ли не уберли ну во всяком случае заразились 53% населения земли и никто не думал вводить карантин или жесткие ограничения вообще в 90 и в нулевых была та самая настоящая свобода и можно даже сказать расцвет цивилизации. Дозволялось очень многое не то что сейчас. Сейчас же циничная жадная власть ставит задачей максимально подчинить людей себе и раскручивает специально этот самый как птичий грипп так конечно и коронавирус. А потом придумывают они что будет новое чтобы держать россиян по домам. кстати говоря где самая циничная власть правильно в россии почему где самая циничная власть обычная и жадная там и первые случаи заболевших с коронавирусом это китай а с птичьим гриппом это россия а не надо было ценно курятину поднимать тогда возможно и не заразились так что опасно действительно жить в россии курочку съел и на тот свет отправился вот о чем я говорил что россию пора жестко и жестоко доказать если немецкий политолог размышлял в духе а что бы западные страны сделали чтобы процветала эта банановая республика россия и не чувствовали себя ущемлено то британские политики мысли гораздо более здраво чем их немецкие коллеги лондон попросил отреагировать на нарушение прав человека в россии россия не хочет и не может выполнять своих международных обязательств говорит глава битвы великобритании добедик раб который до этого был рабом кремля но случай с навальным переполнил и его чашу терпения в россии системно нарушаются любые нормы международного права например жулики и воры сидят не в тюрьме а в государственной думе а оппозиционеров сажают и затыкают им рты а то и вовсе убивают и травят пора уже взяться организации объединенных акций за россию членом которой она является и судить все преступления путинского режима в международном суде в Гаге ой а ой а ой след преступлений россии тянется еще со времен второй чеченской войны когда россия сбрасывала кассетные бомбы на рынок в грозном из последнего преступления россии довольно позорно обошлась с лидером русской оппозиции алексием навальным встретив его в аэропорту шеребетьево не с хлебом с солью так как он вернулся на родину с научниками и кандалами россия имеет наглость брать пример с подавлением протестующих в белоруссии и китае в белоруссии всех несогласных с результатом выборов тупо зачистили а в китае центральный комитет ком-партии прессует и жестко расправляются с уйгурами как и россия жестоко расправляются с украинцами до донбасси и в крыбу британский дипломат доминик раб требует немедленно предоставить доступ верховному комиссару урон права человека в китай где кастрируют женщин в россию где травят оппозиционеров в белоруссии где жестко избивают людей долго жестче чем в россии а также в мьян а тот кто требует вы видите на своих экранах его вот этого доминика раба так вот также доминик раб требует допуска верховного комиссара он по правам человека в мьян где военные зажали гражданских активистов вон алиса времен до изгоя всего цивилизованного мира китай россия беларусь мьянма не удивлюсь если они организуют какой-нибудь саммит о том как и дальше пытать людей и фейхстанах победу опытом что называется то же касательно россии то заключение навального под стражу свидетельствует об порочном режиме в нашей стране где жертва отравления сидит а те кто его хотел травануть нет британцы на себе в 2017 году испытают что такое российский боевой отравляющий газ и поэтому лечь британского дипломата по отношению к России вон максимально жесткая россия безответственная страна заявил глава митвеликаментания вон дальше российских властей позиция российских властей по отношению к Навального и к его сторонникам должны быть немедленно пересмотрены а Навального безоговорочно надо освободить в России больше нет верховерства на том основании что в России больше нет верховерства закона и права Навальный не преступник а политика а политические разогласия его с Путиным не должны его открывать дорогу на зону об этом говорит британский дипломат Доминик раб раб вон да все так и есть соглашусь с его речью и особенно с правами человека в России но как раз таки для Путина разногласия с Навальным это и есть преступление и вот почему Навальный сидит теперь теперь слово за организацией объединенных наций какое наказание не придумает Россия которое это наказание полностью заслужило не страна какая-то а уголовник рецидивист для всего мира вот что такое Россия в Добирску народной арене но от Доминика я жду дюошибе Добедик поэтому я жду чтобы он форсанул так сказать то есть ускорил вититие новых санкций он же все таки Доминик прям Доминик Торетто прям в дипломатии в Грузии нет не так в оккупированной Россией Грузии там мы знаем что со времен войны 2008 года 20 самых сочных процентов территории Грузии находятся под контролем российских танков так вот Грузии арестовали оппозиционного депутата Никиту Белию самого главного на данный момент сторонника Саакашвили его политики направленной до на вставление палок в колеса России которая возомнила себя империей и давно унижает грузинский украинский а в 2020 год белорусский народ да видно Грузия не хочет быть независимой процветающей страной какая она была при Саакашвили грузины делают все сейчас чтобы избежать конфронтации с Россией в частности поэтому пришлось организовать арестовать арест сторонников Саакашвили которого Путин обещал повесить за яйца но так этого и не сделал во славу демократии полицейским в Грузии пришлось применить перцовый газ чтобы разогнать сторонников Саакашвили и задержать его ставленника Мелию который так удачно рифмуется с Берией его так и называют грузинские Берия такие параллели проводят сами грузины Мели возглавлял партию единое национальное движение которое оставал и спонсирует Саакашвили враг Путина в Грузии номер один за что же Мелию задержали он не уплатил налог в размере 40 тысяч лари это 12 тысяч долларов чтобы находиться на свободе когда идет судебное разбирательство по делу о беспорядках на митинге июня 2019 года дело в том что Мели 20 и 21 июня 2019 года вместе со своими сторонниками хотели взять штурм парламент Грузии так как были недовольны выборами в парламент потом Нику отпустили но заставили надеть браслет однако Мелия как свободный гражданин демонстративно снял браслет и кинул его в реку показав в Грузии высокие европейские стандарты и то что грузины в отличие от русских не рабы чтобы вы понимали какой вес имеет Мелия в Грузии достаточно сказать что из-за кого что из-за того что возглавлял протест уволился премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля всего года после этого пророссийские агенты в Грузии активизировались и активировались с тем чтобы не допустить больше сторонников Саакашвили к власти а иметь под контрольную Россию Грузию для этих целей полицейским прислужит чтобы брать офис партии Саакашвили где забарриканировался Ника Белия ну я его по-русски называю Никитов Ника Белия и оцепить периметр здания да у нас наряд дважды в одну воротку не падает и то что с успехом удалось сделать Саакашвили в 2004 году взять чтобы парламент не получил в 2019 году умелие Бер Грузии Георгий Угулава сказал что борьба с националистами в Грузии будет бескомпроместной на последней капле крови этих самых нацистов вот так вот Москва съела всю Грузию для этих целей в отличие от 2008 года не нужно было даже танки вводить куда-нибудь под Белисси а достаточно было ареста грузинских патриотов да и когда задержали сторонников Саакашвили то а в день защиты русского отечества 23 февраля весьма показательно окончательно вот мы-то на западе проморгали Грузию окончательно она под контролем российских спецслужб в частности депутата Госдумы ИРС Сергея Гаврилова который Кремль назначил ответственным за происходящее в Грузии и который вы помните с чего начались те протесты благодаря которым менее хотел штурмовать парламент Грузии ведь Сергей Гаврилов приехал в Грузию прямиком кстати через Южную Осетию я покажу сел значит в кресло председателя парламента Грузии и свободолюбивым грузинам начал диктовать свое русское никчемное продажное Кремлью мнение это конечно вызвало буду возмущение а Белия весьма горячий политик естественно ну и пошел на штурм парламента где в это время заседал Сергей Гаврилов сама президентка вот не президент а президентка Грузии сковорящая фамилию Зарубишвили зарубежная проводит явно пророссийскую политику через своего мужа украинца иратского происхождения Зарубишвили как это выступает за продление экономических отношений с Россией но в Грузии гораздо важнее премьер-министр и так новым премьер-министром Грузии стал Ираклий Гарибашмили Грузии которая начала как раз таки жестко подавлять антироссийскую оппозицию у себя в стране такой мини-путин нашелся у себя в Грузии он даже как и Путин занимается единоборствами у себя в стране и кстати пока грузинские патриоты с честью и достоинством отстаивали свою страну в 2008 году в конфликте с Россией и трепещали от российских танков в этот самый момент Трибашвили торговал угадайте с кем правильно с Москвой но не только с Москвой но в частности с Москвой вот и ответ кого сейчас кто сейчас мучит вот в Грузии ну конечно же Россия и ее агенты а также те путины которые считают что бизнес с нашей страной гораздо важнее суверенитета и национальной безопасности их родной страны однако сторонники Саакашвили готовятся к реваншу и к попытке освободить милию из тюрьмы слава грузинской нации вот она сила русского оружия то ли специально то ли действительно российская промышленность изготовила некачественные скандеры и поставила своему союзнику Армении с тем как особо Армения проиграла войну Азербайджану об этом в первом интервью нового года заявил кто Никол Пашинян российские ракеты неработоспособны но попросту брак заявил Никол отвечая экс-президенту Армении Сержу Сарксяну который заявил что на четвертый день бы использовал эск-кандеры которые бы поразили нефтегазовый объект Азербайджана а вот интересно если бы в Армении было оружие побочнее атомную бомбу тоже бы применили против Азербайджана ух страшно даже себе представить но вот к счастью наши эск-кандеры цели в Азербайджане не поразили не смогли за это Армения и армянский народ должен сказать спасибо в кавычках России ее новому некачественному нарушению ракеты эск-кандер оказались непригодны для использования и не полностью взорвались а лишь на 10% своей мощности тут же выяснилось оказывается Россия под видом новых ракет Армении подставляла оружие 80-го годов выпуска большинство из которых бессильно перед сверхтехнологическими турецкими тронами поставляемой поставляемой этим самым Эрдоганом в Азербайджан Пашиняну после прогресса эск-кандеры оказались небоеспособными ну что ж дружить с Россией если ты дружишь с Россией получи небоеспособные эск-кандеры так было так есть и так будет всегда даже в герне написано в нашем российском когда так и есть россияне насомневались в лояльности Армении Москве еще в 2019 году и начали гнать армянам некачественное вооружение вместо ракет кривые кирпичи начали поставлять а армяне не способны отличить кривые кирпичи от ракет к сожалению Россия подсудила Армении без неработающей ракеты а то что эти самые ракеты не работают это страшная густарская тайна и теперь над эск-кандерами смеются смеется весь мир а они плачут плачут о как плачут но теперь по итогу проигранной войны у Армении новый план по вооружению своей армии и более тесно сотрудничают армяне с конкурентами России в области вооружения еще плаченян разоткровенничался оказывается русское оружие в Армении идет то есть его покупают не просто так а это элемент коррупционной схемы внутри страны ну проще говоря некоторые чиновники из Министерства обороны Армении получают от России взятки и откаты с тем как раз чтобы они закупали российское некачественное оружие ну некачественное они конечно не знали понятное дело ничего в этом удивительного для нас борцов с коррупцией нет мы догадывались об этом но вот Пашинян признал этот факт интересно а Россия тоже подкупает других военных чиновников например африканских стран с тем чтобы те закупали российское на бумаге эффективное а на самом деле неэффективное или просто бракованное оружие вопрос лекторический ну конечно же да однако тоже мне управленец Пашинян вместо того чтобы арестовать корруппированных России чиновников у себя в стране в котором Армения и проиграла войну Пашинян все таки дрожит каналами поставок российского оружия через них почему говорит Пашинян а потому что каналы поставок оружия западных стран еще пока не далашина а если значит убить этих корруппированных чиновников в Армении которые живут на откаты и взятки от контрактов с Москвой то получается что Армения останется без поставщиков вооружения ну что ж так или иначе надо искать альтернативу русскому оружию а не то Армения и дальше будет проигрывать воины что у нас там со временем еще 4 минуты осталось чтобы вам такое на эти самые 4 минуты показать так да это понятно что запись идет а вот покажем мы как россияне отмечали 23 февраля вот так они это делали так где сейчас открыть россияне исправить что за пазик так пухает оп 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 и еще раз все под бутыль вообще кстати да я когда ну тут надо пояснить зачем зашел значит очень хотелось пить я зашел в магазин как раз перед 23 февраля и видел столько даже не то что столько мужиков а столько и 2-3 ящика пива и только один мужик скупал так что россиян россиян конечно в этом вопросе к сожалению не исправить ну что посмотрим на то как женщины будут пухать на 8 марта у нас а у нас есть еще время потянем потянем мы время чтобы еще такого рассказать ну короче ходил в горы в общем а да не в горы в овраг очень интересно что там птицы поют корт корт видел птиц такая специальная специальная птица да очень много дятлов развелось вообще они прям едят кору и ее прикусывают а батя сейчас с этой самой дурой Алисой общается да это рублика у нас личные новости но я делаю эту рублику специально чтобы потянуть потянуть хронометраж чтобы он был хотя бы там часа а то это самое как-то 55 56 минут ну маловато что же еще из личных товаров ну вот будет суд по митингу за Навального который я выращивал значит 15 числа но у меня нет это самый шансов чтобы защитить себя в суде скорее всего придется платить штраф или административные работы но ничего это разодоривает выходить на митинги и сведать эту полную циничную власть вот такие вот все скопы вот такие вот циничные новости были до сегодня а вот наконец-таки можно и проститься с вами пока-пока